Всем привет! На этот раз уже, надеюсь, точно. В прошлый раз у меня не получилось записать видео два раза. Да, вот. Два раза не получилось у меня записать видео. Из-за этого у меня... Случилось вообще там что-то... Первый раз у меня... Записался. Так, первый раз получается что? Первый раз у меня вообще ничего не записалось так. Второй раз у меня записался только звук. Вот. Записался второй раз только звук. Да, вот. Все было очень плохо. Ладно, откроем файл. Создать. В прошлых уроках я говорил и объяснял основные настройки программы Adobe Photoshop CS6. В этой программе я расскажу о всех этих панельках. В следующем уроке я покажу, как скачать крякнутую версию Adobe Photoshop или просто скачать бесплатно ее. Боняка. Так. Что самое первое это у нас есть? Это такие точечки. Ну, как точечки. Благодаря ним можно перемещать объект. То есть вытаскивать из меню и заталкивать его обратно. Когда мы вытаскиваем, освобождается, получается вот эта область. Больше места. Кому как удобно. Кому-то это и удобно, кому-то нет. Эти две стрелочки, нажав на них, мы можем видеть стандартное меню старых версий Photoshop. Вот. Ну, кому-то может удобно так положить, чтобы по-быстрому что-то как-то инструменты выбирать. А мне как-то так сойдет. Вот. Вернем на место. Ну, давайте загрузим какую-нибудь фотографию сюда. Это вот все пробные раза, когда у меня нифига не получалось. Здесь зима, горы, тут мишки. Что за мишки? Это вообще не мое, это мамино. Давайте загрузим что-нибудь. Давайте этих мишек. Лучше, конечно, лицо. Ладно, мишки тоже пойдут. Вот. Мишки. Сам первый инструмент, это инструмент перемещения. Можно перемещать этот слой. Картинка эту почему-то у меня лагает. Из-за маньяка, из-за записи. Вот. Можем перемещать слой. Также мы можем... В принципе, это все, что мы можем. Когда будет много слоев, будем переключать слои и перемещать их. Это очень удобно. Инструмент активируется... Инструмент активируется горячей клавишей... Так, стоп. Мне что-то пришло смс-ка. А, да. О чем это я? Инструмент активируется горячей клавишей В. Английской В. Мы на нее нажимаем. Он активируется. Второе, это у нас выделение. Вот, у нас, допустим, прямоугольное выделение. Мы можем выделять какие-либо объекты. Вот. Что мы можем делать с этим... С этой рамкой? Во-первых, мы ее, конечно же, можем перемещать. Во многих программах можно перемещать сразу. С картинкой. Это, по-моему, тупо. Вот. Ну, а о больших... Ну, а... Так, что? А, да. А о больших функциях выделения мы поговорим в следующем уроке. Как снять выделение? Есть два способа. Первое, это просто в режим выделения обязательно в нем тыкнуть по любому месту вне выделения. Второе, это нажать на выделение и отменить выделение. Вот, допустим, сделаем выделение, давайте. Выделение, отменить выделение. Или сочетанием клавиш Ctrl-D. Где есть маленькая стрелочка в нижнем правом углу, это значит то, что можно правой кнопкой мыши активировать еще несколько инструментов. Их тут много. Вот. Ну, сами тут разберетесь. Активируется это горячей клавишей M английской. Вот. Следующее, это у нас лассо. Лассо, это тоже самое выделение, только более ровное. То есть, можно вот так что-нибудь выделить. Вот мы выделили. Это выделение, как я уже говорила, можно перемещать. А, не этим инструментом, не этим. Извиняюсь. Станя на место. Вот, у меня лагает, так что. Вот, этим же самым инструментом. Тут мишка. Можно перемещать. Что можно сделать с выделением? Ну, хотя бы, например, то, что редактирование. Ладно, здесь нельзя. Можно нажать Ctrl-C и копировать, как вы знаете, и, допустим, Ctrl-V. Получится у нас два мишки. По-моему, немного даже похоже то, что их теперь три. Вот. Акустика. Вот. Вот таким вот образом можно. Что дальше? Дальше также у нас есть, это активируется буквка L английской, есть магнитное лассо. Оно намного удобнее, потому что достаточно просто нажать один раз мышкой и просто проводить. Просто вести. Чтобы добавить еще какую-либо точку, надо просто нажать левой клавишей мышцы. Но это нам, честно говоря, не интересно. По крайней мере, мне. Ctrl-D. Хотя это очень удобный инструмент. Но это прямоугольное лассо. Это то есть нажимаем. Вот. Ставим еще одну. Ну, то есть вот так по прямой выделять. Кому-то, наверное, не видно. Вот. С фрапсом вроде так не лагал, но фрапс там свои минусы. Волшебная палочка. Волшебная палочка это, по-моему, один из самых легких, таких простых инструментов, то есть самых наиболее облегчающих работу. В нем также входит инструмент быстрого выделения. Сами разберетесь, что это. Ну, или хотя, ладно, я вам покажу. Активирую сон кнопочкой W. Просто нажимаем, выделяется определенный объект. Этот объект уже другой слой. Так что он не выделился. Почему выделяется целый фон, а не конкретно это? Потому что у нас допуск 60. Допуск это количество тонов, которые выделяются этой палочкой. Допустим, напишем мы 10. Написали мы 10, да? Вот, Ctrl-D. Снять выделение. Да, надо нажать ОК. Ctrl-D. Снова нажимаем, кликаем волшебной палочкой. А, да, мы же не на том слое. Я что-то вообще протупила так жестко. Слои переходим на наших мишек. Вот наши мишки. Теперь кликаем. Вот. Чтобы много выделить, нажимаем клавишу Shift. И все вот так вот. Ну, у меня тут стояло 60. 60. Так что теперь у нас выделяется намного больше. По-моему, это офигенно удобный инструмент. Вот, ну ладно, не в этом. У нас есть быстрое выделение. Это то же самое почти, только тут, во-первых, не надо зажимать Shift. Во-вторых, здесь чуть-чуть поудобнее. Допустим, чтобы выделить, достаточно просто вводить им. Вот. Что у нас есть дальше? О больших функциях выделения мы, разумеется, поговорим в следующих уроках. Обрезчик. Активируется клавишей С. Ну, как вы уже догадались, все набрезает. Вот. Зажимаете потом Enter. И оно у вас единственное. Я этого делать не буду. Потому что мне тоже все надоело. Я тоже делаю раз на пятый. Сначала репетировала, потом тут все. Так. Пипетка. Это пипетка забирает цвета. Копирует цвета, естественные, которые на картинке. И отображает их здесь. Потом можно взять кисточку. И что-нибудь нарисовать конкретно этим цветом. Вот мы рисуем вот этим цветом верхним. Ладно. Также у нас карандаш. Это более тонкая линия. Вот. Замена цвета. Это у нас... А, я уже что-то не помню, что это у нас. А, да. Чтобы активировать пипеточку, пипеточку, достаточно нажать Alt. Ну, по крайней мере, у меня Alt. Также можно тут еще выбрать. Ну, или можно нажать на клавишу И. Вот. И. Тоже пипетка. Или Alt, или И. Вот. Ладно. А, теперь... А, зап... Вот это заплатка. Мне нравится заплатка. Инструмент красного глаза. Это удаляет... Удаляет красного глаза, но это уже больше... Извиняюсь. Извиняюсь за задержечку. Вышли некоторые формальности. Мне мама позвонила. Надо быстрее заканчивать с видео. Но я не буду делать его неинтересно. Так что... Заплатка. Очень интересный инструмент. Допустим, мы хотим... Здесь что-нибудь поставить. Выделяем. Ну, вообще, этот инструмент... Я не знаю, где его в профессиональности применить. Но, допустим, вот... Я, как только начинал осваивать фотошоп, его везде вставлял. В разных фотографиях. Глаз там поменять. Что-то морщинку сделать. Это все очень было... Так сказать. Вот. Ну, то есть можно. Что самое интересное в этом инструменте, это то, что он... Видите? Он сливает, как бы. Делает, как будто бы, так и надо. И, по сути, так и незаметно, если не приглядываться. Дерево съехало. Вот. Если делать все аккуратно, будет просто восхит... А, да шо ж такое-то. Простите за задержку. Второй раз уже кошмар. Ладно. Ну, вот видите, да? Немного, по-моему, даже похоже. Два мишки. Этого мы вообще почему-нибудь не трогали. Дальше. Это G клавиша активируется. Перемещение с учетом содержимого. Это, допустим... Давайте что-нибудь выделим. И теперь перемещаем уже с тем, что есть. Это, по-моему, тоже офигенный инструмент. Конечно, но не всегда полезен. Хотя, наоборот, чаще всего полезен. Как раз-таки и он. Да, вот. Ctrl-D. Допустим, мы хотим у него... Это как копирование. Да, да, вот точно сказал. Копирование. Выдели. Что-то тут не так. Да, действительно, у меня это было не так. У меня чуть фото жоп не слетел. Фото жоп этот. Ладно. Выделение. Изменить выделение. Голову. Ну, то есть это то же самое копирование, только быстрее. То есть просто мы выделяем. И вот так вот. То есть копируем. Кстати, у них головы одинаковые, по-моему, нет? У этих-то точно. Так, дерево положили. Угарный немножко получилось. Ладно. Что дальше? Красная голова. Красная кисть. Ну, честно говоря, в этом инструменте я еще не до конца. Понял все. Но, как я понял, это... А, да, все, понял. Это перетаскивание объекта. То есть мы какой-то объект зажимаем. Он там остается. Видите? Только уже под цвет. Да, да, я все понял. Зажимаем Alt. И выделяем, допустим, глаз. Теперь этот глаз... Я не глаз выделила. Нет? Разве нет? Ладно. Выделили. А, стоп. У нас же... Это другой слой. Это же вообще... Это же другой слой. Вот, выделили глаз. И теперь вставляем его куда хотим. И видите, он становится как бы зеленым. А, так же можно здесь. Не знаю зачем. Ну, инструмент довольно-таки, как мне кажется, оригинальный и интересный. Если хорошо постараться, то можно найти им применение. Что у нас есть дальше? Так, дальше у нас инструмент. Давайте желтый поставим. Он становится желтым, да. Я все правильно понял. Это инструмент... Я вообще не туда тыкнула, это же просто... А, прозра... А, ладно, не важно. Это... Это... А, да, по сути. Я что-то вообще туплю. Инструмент кисть... Это рисует... Получается, инструмент кисть рисует без прозрачности. А этот рисует с прозрачностью. Так, ну... Я снова решил записать. Просто уже два дня прошло, как с прошлого. Поэтому я сменил фотографию. Ну, как бы обновил я. Остановились мы на вот этом инструменте. Как я уже говорил. Это прозрачное, как бы... Ну, цвет прозрачный. Вот. Так. Ну, вторым у нас там идет... Микс кисть. Это уже... Смазывающая кисть. Если нам, допустим, нужно смазать фон, оставить только это, то можно ее использовать. Давайте попробуем. Вот. Хотим мы смазать фон... Желтым. Ну, то есть, желтый цвет вот у нас там стоит по умолчанию. Так что... Вот. И у нас выделяются только мишки. Ну, я не уверен, конечно, то, что это... Как смазывающий. Скорее всего, как... Не знаю, наносится. Даже не знаю. Ну, как бы смешивает цвет. Вот этот желтый. А сосед еще дрельит. Что-то не сказал. А, сверлит. Вот. Смешивает этот цвет с цветом фона. Так, следующий инструмент. Это у нас... Штамп. Ну, вы... Так. Следующий инструмент, это у нас... Штамп. А, давайте нажмем Alt. Выделим, допустим, глаз. И теперь этот глаз, как я уже... А, по-моему, я этот инструмент уже разбирал. Ах. Ладно, я уже забыл. Мне, чтобы видео посмотреть. Да, то есть... Ну, я думаю, вы понимаете, что значит штамп. Это, то есть, мы берем из... Так, из рисунка один объект, нажимаем Alt. И перетаскиваем его же в любое другое место. Потом захватываем другой объект. И так далее. Да. А, по-моему, я вам пластырь... Это с пластырем, по-моему, я показывала вам. Да, да, да. Это получается почти то же самое, только здесь полностью красненько передается, а здесь она сливается. Вот. Узорный штамп. Это тоже самый штамп, только вот у нас тут есть текстуры. Давайте вот выберем какую-нибудь, допустим, такую. И можно рисовать этой текстурой. Ну, что-то оно не текстур рисует. Давайте что-нибудь другое. Нет, не это. Вот, давай вот это. Давайте вот это. Вот, видите, он рисует текстурами. То есть, если мы можем вот так вот все закрасить, будет скалы, камни. Вот. Ну, а где-то и пригодится. Вот. Что у нас есть дальше? Узорная кисть. Ой, так вот и архивная кисть. Она активируется буквой U. Это активируется буквой S. Это B. Так, ну... А, да. Узорная кисть это... Как бы... Ой, архивная кисть это... Как бы просто кисть, которая... Ну, просто кисть, можно сказать. Она просто рисует. У нее маленько... Это... Ну, смягченный такой... Ой, извиняюсь. Ну, и вот, получается. Давайте... Что-то грунт. Давайте разнимем другую кисточку. Она уже рисует... Узорами. Ну, то есть не узорами, как бы, а... Такими... Линиями. А, как сказать-то... Этот диаметр... Так, ну... Свободная можно. Это уже у нас... Круговые узоры. Это большая спираль. Что-то короткая там. Ну... Честно говоря, я не знаю, как различать полностью эти инструменты. Но можете поэкспериментировать. Это стерка. Кстати, это тоже белая. Тоже белая. Вот. Ну... Также есть... Фоновой эластик. Он... Как бы стирает... Только... Ну, он даже не стирает, он... Осветляет оттенки. Верьте? А, как бы, фонд остается, просто он светлее и... Точечная. Он по точкам. Вот, волшебный эластик. Это... Он по... Он действует так же, как и... Волшебная палочка. Так же берет на себя много оттенков. Только он их сразу уже стирает. Сосед. Сосед. Где бы вы ни жили, сосед вас достанет. Это, по-моему, я уже... А, нет. Это я не говорила. Это у нас следующий инструмент. Он называется... Градиент. Буквы... Жи. Выделяется. Ну, активируется. Почему она выделяется? Такое. И... Он придает различные оттенки фону. Например, давайте зададим такой оттенок. Для этого нужно просто провести линию. А, я лучше сам выбрал. Вот. Проводим линию. И он закрашивает. Чем меньше линия, тем меньше сам вот этот узор. Получается просто... А, фон и круг. Когда он большой, то вот этот круг, он становится тоже больше. И таким образом создаются такие текстуры. Такие текстуры по-другому работают. Они налаживаются друг на друга. Вот. Различные текстуры. По-моему, у гарниток. Это мы круговые. Вот это вот. Это уже по квадрату, так сказать, по рому. Это у нас разные формы узоров. Это у нас палки. Ну, не палки, а как линии, как радуга. Это у нас, так сказать, ну, воронка. Можно ее назвать так. А это вот у нас просто так, получается. Идет... Текстура налаживается, как радуга. Действительно, да. Вот. Также тут есть заливка. Заливка, я думаю, всем известно, что это такое. Вот. 3D материал мы пока не будем трогать. Я думаю, мы уже историю эту в самое начало-то не вернем. Нет, нет, нет. Не вернем. Ладно. Не вернем, так не вернем. Давайте заново тогда перенесем. Вот так легче будет. Так, что теперь? Вот, размытие. Размытие мы можем размывать. Вот. Он активируется, я не знаю, честно говоря, какой клавишей. Но... Это как бы незаметно. Незаметно, что он размывает. Поэтому я люблю использовать инструмент... Палец. Палец, он... Как бы так сказать... Ну, вот видите, допустим, если бы были волосы, человек с волосами, мы бы могли ему сделать длинные волосы, просто оттягивая. С головы и донизу. Вот, допустим, давайте ему... Сейчас станет каким-нибудь таким моделью. Вот видите? Вот это размытие. Такой инструмент. Вот, ну, выглядит, конечно... Не знаю, как вам. По-моему, похоже. Очень похоже. Ладно. Что тут у нас есть еще? Резкость. Резкость это... Сейчас. А, да, сосед уже этот достал. Ладно. Я сейчас остановлю, пожалуй, наверное, запись. Когда он перестанет сверлить. Ну да. Ладно. Давайте, пожалуй. Разберем следующий объект. Это губка. Вот тут. Потом. Затемнитель. И губка. Осветилитель это освещает... Осветилитель это освещает... Видите? Ну, хотя, как-то он не ахте освещает, честно говоря. А, не, это губка. Она поглощает цвета. И делает картинку черно-белой. Осветилитель же наоборот делает картинку более яркой. Видите? Вот, допустим, на примере этого медведя. Он сейчас очень-очень яркий. Видите? Вот так картинка вообще солнечная стала. Кроме этого, который карандашом стал. Ну, стеркнем от карандаша. Вот, затемнитель. Он делает более темной картинку. Уже наступает ночь. Да? Еще раз поздно. Вот, чтобы создать ночь, такой вечер как бы. Можно его использовать. Но не надо переусердствовать. Вот теперь, по-моему, очень... Особенно вот так вот. Кому как. Мне кажется, то, что вот ночь. Да? Согласитесь. Вот, давайте теперь используем снова день. Сделаем кисть побольше. Эдак вот так вот. Вот, снова день тут. Ярых и солнечный. Не-не-не-не. А, перетыкал. Ладно. Сейчас они сгорят дотла. Солнце очень припекает. Никогда. Вот никогда, мой вам совет, никогда не тыкайте кучу раз. Ладно. Не страшно. Смотрите, может сюда? Да, здесь вот, пожалуй. Хорошо. Что носить еще? Да. Инструмент губка. Губка, как я уже сказала, поглощает цвета. Делает картинку черно-белой. Она как бы их забирает. Вот. Видите? Она забирает, впитывает как бы в себя цвета, создавая черно-белую картинку. Старая такая картинка как бы. Можно создать эффект старого, старого фотографии. Вот. А можно, ну вот да. Активируется буква. Сестренка там орет еще. Ладно. Следующий инструмент, это у нас будет свободное перо. Оно может рисовать. Может просто рисовать. Видите? Такими тонкими линиями. Допустим, нарисуем мы какой-нибудь цветок. Очень красиво получилось. Вот. Есть также просто перо. Это точечные. Допустим, можем по точкам рисовать. Давайте рисовать. По точкам. Так, сюда. Так. Там звездочку не очень, конечно, получается сделать. Ну, попробуем. В этом главное разобраться. И вот получается такая фигура. Мне, честно говоря, не особо нравится так рисовать. Вот это, двигать точки. Но зато так можно очень удобно. Ну, как бы так удобнее рисовать, потому что потом можно деформировать объект. Ну, вот. Это связано с текстом, разумеется, вы понимаете. Просто надо нажать, написать. Это мы будем обсуждать в следующих уроках. Вот. Следующая. Это у нас мышка. Такая вот. Она служит для выделения этих как раз-таки точек. То есть она служит для выделения контура. Вот. Для выделения контура. Это тоже двигать точки. Контур двигать. Она выделяется буквой А. Это фигуры. Вот у меня тут такая фигура. Что такое? А, сосед. Какой нафиг программный сбой? Ладно, у меня еще тут тупит. Короче, она может рисовать фигуру. У вас здесь будет окошко. Нажимаете на него. Там разные фигуры. Это я тоже буду затракивать уже. Следующих уроках. Это рука. А, да, еще что здесь есть. Да, да, мы поняли. Здесь также есть инструменты. Такие как прямоугольник. Это уже готовые фигуры. Вот. То есть можно нарисовать прямоугольник. Еще столько. Но у меня что-то с программой. Ладно. Это мы можем двигать фигуры. Если бы они у нас были. Активируется буквой H. Это поворот вида. Это то есть мы можем поворачивать не саму картинку, а само наше полотно. Да, вот именно полотно мы можем поворачивать. Допустим, вот так. Ну, как нам удобно это, разумеется. Увеличивать, это масштабировать. Активируются клавиши Z. Это у нас основные цвета, а не основные. То есть, как бы цвет, который у нас будет в дальнейшем использоваться. Цвет фона. Это цвет фона. Допустим, мы поставим красный. У нас по сути красный там должен быть. Допустим, мы возьмем стирательную резинку, и он будет нам... Он просто стирает, конечно, фигурно. А. Это как бы задний цвет. Задний цвет. Допустим, у меня файл. Создать. И белый цвет фона. Цвет фона. Цвет фона. Цвет фон у нас... Что такое? Цвет фона. Заказная. Размер фотошопа умолчения. Да что такое? Извиняюсь за то, что у меня что-то с программой. Сегодня она вообще лагает. Я сегодня вот как раз таки не мог ничего в ней сделать, потому что она вот так вот лагает. Ладно. Это у нас масштабирование. Как там удобно. Можем сделать так для просмотра того, что мы сделали. Чтобы это... Ну, как бы, чтобы выйти из этого режима, нажимаем Escape. Вот. Ну, а об этой колонке мы уже поговорим в следующих уроках. С вами был Орикс. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки, рекомендуйте. И пусть у вас в жизни все будет хорошо. Вы освоите нормальный фотошоп. Всем пока. Пока.